И мы усомнились, и прибыльший Иисус сказал им, Дома мне всякая власть на небе и на земле. И так идите и научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Только несколько слов перед молитвой. Мы в правильном месте, потому что Иисус сегодня повелел быть здесь. Он повелел им там быть, на той горе, и Он был там с ними. Я верю, что сегодня Иисус с нами. Еще одна мысль. Когда они увидели Его, там были те люди, которые поклонялись Его. Я думаю, что их было большинство. Но были люди, которые усомнились. Сегодня я хотел бы быть с теми, которые поклоняются Ему. Если сегодня пришел в этот Дом Божий, то сегодня Твое место поклонится Ему здесь. Не Твое призывание сегодня сомневаться в Нем. Не Твое умение сомневаться в чем-то. Но Твое призывание сегодня. И цель, почему Иисус пришел сюда. И почему Он нас пришел сюда. Чтобы напомнить Твое оборучение. И сказать, что Ему дала всякая власть. На небе и на земле. Что Он был Богом. И Господь Господь строящих. И Он сказал, что сегодня с нами в этом месте. Чтобы благословлять нас. И разделить сегодня это общение с нами. Поэтому давайте мы поклонимся Ему. Не будем сомневаться. Мы поклонимся Ему в Духе Иисны. И прославим Достойного Славы. Будем молиться. Иисус пришел сюда. Иисус пришел сюда. Господь, мы благодарим Тебя сегодня. И мы пришли сюда, чтобы поклониться Тебя, Господь. Потому что Ты достоин славы, Господь. Твой подвиг. Достоин похоронения, Господь. И сегодня мы среди тех, которые сегодня пришли и сказали, что мы признатели Тебя за подняком Богу. Мы признатели Твою любовь, Господь, за Твою жертву. Мы поклоняемся Тебе, Господь. И мы сегодня те люди, которые желаем исполнить то поручение, которое Ты верил нам, Господь, от церкви Твоей. И мы сегодня, Господь, обладаем, что сегодня Ты пришел на место. Потому что Твоя Слово не измерит, Господь, с нами во все дни воскачание века, Господь. И мы поклоняемся Тебе, Господь, тому, кто имеет полоту власти, имеет полоту славы, Господь. Тот, который из Вселенной, Господь, мы похороняем Тебе сегодня, славя Тебя, потому что Ты Бог наш, Ты Истанна, Господь, Ты наш Мессия, Господь, Ты наш Спаситель, Господь, Ты тот, который хотёшь Твоему заданию. И мы сегодня ожидаем Твоего прихода, и мы сегодня совершаем служение, Господь, мы ожидаем Тебя, Господь, и мы поставляем Тебя, Господь, и мы похороняем Тебе. Ты будешь недостойно, прославишь Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. У меня сегодня известное мнение сказать все церкви. Радуйтесь. Радуйтесь, церковь пробуждения, радуйтесь сегодня. Расскажите, о чём радоваться. Сегодня не тот день. Сегодня мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. Дорогие, у меня восторг, честно сказать, распирает внутренне. Восторг. Я был мёрт, но священ. Иисус воскресил меня. Иисус спас меня. Благодаря Ему я здесь. Ты радуешься, что ты здесь? Ты радуешься, что Иисус спас тебя? Поднял тебя? Мы думаем, что мы родились в христианской семье. Мы такие добрые были. И наши заслуки такие прекрасные. Дорогие Иисус, спасение наше. Иисус, радость наша. Я хочу, чтобы вы восторгались, Господи, поверили сближение. И скажи, радуйся, Господи. Радуйся, Господи. Радуйся, Господи. Радуйся о Нём. Аллилуйя. О, Давид воскресает. Благослови душа моя, Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа. Не забывай все благодеяния Его. Аллилуйя. Почему? Потому что Он прощает беззакония мои. И исцеляет недуги мои. Аллилуйя. Обновляет жизнь мою. Венчает успехом. Благословен Ты, Господа. Благословен. Скажи, аминь, благословен. Аллилуйя. О, слава Господу, пройти виси с нами. Жертвой Иисуса Христа я спасён. От игрованного Иисуса Христа я исцелён. Аллилуйя. Благослови Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Сегодня это Твой день, когда мы поднимаем наши глаза и обращаем на Тебя внимание. И по-особенному хотим воз connections. Слава Тебе ищ國家. Это день, когда мы поднимаем наши глаза и наши руки, чтобы благословей. Ради имя Твое, Аллилуйя, благослови душа моя, Аллилуйя Господа, и внутренность моя, святой Иисус, Аллилуйя. У меня обрит от дыхан, Жизнь, кроме Иисуса Христа, не рада, Жизнь вечная, жена Иисуса Христа, не спасло от огня, Ради имя Иисуса Христа, я искренню, без сомнения, Ради имя Иисуса Христа, я искренню, без сомнения, Жизнь, кроме Иисуса Христа, не рада, Жизнь вечная, благослови душа моя, Аллилуйя Господа, и внутренность моя, Ради имя Иисус, Аллилуйя Господа, во время обрит от дыхан, Ради имя Иисус, Аллилуйя, благослови душа моя, Аллилуйя Господа, и внутренность моя, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 с а а и и а а а а и Я в славу Отца поклонюсь тебе, О, Бог, я с Твоей поклонюсь тебе. 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 Поклонюсь тебе. О, Бог, я с Твоей 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 поклонюсь тебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 потому что сегодня это твой день. Не упусти его. Был день, когда Иисус приближался к Иерусалиму, и Он заплакал, потому что люди не узнали своего дня. Узнай свой день. Сегодня день победы. Сегодня день триумфа и славы Господней. Я искренне благословляю вас. Спасибо, что дали возможность сказать. Я просто благодарю за это Господа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 как Иисус Христос говорил, мне сказали так, обратить внимание. И действительно, эта вечеря нас объединяет и говорит, что мы являемся детьми Божьими. Это является нашим благословением, это является нашим преимуществом. И на молодежном служении я проповедовал, и у меня возникла одна тема, которая сейчас горит в моем сердце. Это говорить о семье Божьей. Индусские фильмы, наверное, все смотрели, и смотрели мексиканские сериалы. Какой смысл в этих фильмах? То, что где-то за океаном или за высокими стенами живет богатый родственник, или просто благодетель, который желает подарить или сделать нам что-то хорошее. И в конце сериала, когда мы посмотрели 1050 серий, мы понимаем, что этот благодетель оказывается родственником. И он готов нам отдать, вернее, этой девушке, в основном девушке, отдать все имение, которое есть. И когда мы смотрим эти сериалы или смотрим эти фильмы, мы думаем, есть ли у нас богатый родственник. Вспоминаем, может быть, мечтаем. Я вам хочу сказать, у нас есть богатый родственник. Это Иисус Христос. Это Бог Отец. Он нас усыновил и дал нам спасение. Если мы мечтаем просто в фильмах, то это наша реальность. Мы являемся детьми Божьими. Я не богохульствую. Почему я так сказал? Потому что за это казнили Иисуса Христа. Один из аргументов. Когда Он сказал, что Он является Сын Своего Отца. Я не богохульствую. Почему? Потому что Иисус Христос кровью Своей пришел и усыновил нас. И Он это сказал. Бог Отец нам сказал то, что мы являемся детьми Его. Мы являемся усыновленными им. И мы имеем наследство от Него. Посмотрите, что Библия говорит по поводу этого. Давайте мы прочитаем. Ефесяна, 1 главу. С 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святыми, непорочны пред Ним в любви. Предопределил, усыновил нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. По хвалу, славу, благодати Своей. И потом говорится в 7 стихе. Которым мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. 11 стихе. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершившего все по изволению воли Своей, чтобы послужить, похваляя славу Его нам, которые ранее уповали на Христа. Аллилуйя. Библия говорит, что мы усыновлены Господом Иисусом Христом. Если мы будем говорить о усыновлении, то закон, он гласит и говорит, что усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. И второй пункт гласит, а также с учетом возможного обеспечения детям полноценное физическое, психологическое, духовное и нравственное развитие. Это говорит закон по поводу усыновления. И Бог, Он пришел на эту землю, и Он решил нас благословить, Он решил нас обеспечить. Закон гласит, что мы нуждаемся в этом обеспечении. Библия говорит, что Бог Отец, Он является Отцом нашим. Но также говорится о другом Отце, которому мы принадлежали. И Библия говорит в Римлянам, что мы являлись детьми гнева. Библия говорит, что мы являлись детьми гнева. И Отец лжи, Он был нашим Отцом. И одно из условий, почему нужно усыновление, это недолжное попечение о детях. И Отец со лжи, Он не беспокоился о нас. Мы не жили комфортно, мы не имели все блага, которые может иметь ребенок. Когда мы приходим в интернат и видим детей, которые лишены отцовской, материнской любви, у нас сердце сжимается. Наверное, из-за этого и люди решают усыновить ребенка. Они смотрят, выбирают, смотрят в глаза голубые или карие. Они интересуются этим ребенком. И результат их любви, милости к этому ребенку, они усыновляют его. Этот ребенок имеет право. На что этот ребенок имеет право? Он имеет право носить фамилию этого отца. Он имеет право пользоваться состоянием или быть наследником состояния своего отца. приемного отца. До этого он ничего не имел. Но после усыновления он это имеет. Он имеет это благословение. И земной отец, он как выбирает ребенка, которого хочет он принять? Он выбирает его, как он себя ведет. Агрессивно ведет он себя, или он добрый ребенок. Он разумный ребенок, или он отсталый ребенок. Выбирает по глазам, по интеллекту, проверяет, кто у него были родственники. Кто его были родители. Есть ли алкогольная зависимость у этих родителей? Правда? Отец наш небесный не выбирает нас так. Слава Господу. Может быть, из нас нету достойного, который может сказать, у меня отличное происхождение. Я просто совершенствовал. Мое происхождение самое лучшее. Бог нас так не выбирает. Когда Бог пришел в этот интернат, на эту землю, Он выбрал нас по-другому. Тот, который протянул свои руки, того Он усыновил. Тот человек, который протянул руки. И сегодня, если ты нуждайся в Божьем усыновлении, протяни руки к Богу. Бог, Он желает тебя усыновить. Он желает тебе дать все блага свои, которые Он имеет. Он желает этого. Недавно в новостях я услышал одну новость. Мне она поразила. Нашли одного ребенка, которым было 4,5, может быть, 5 лет. И этот ребенок, он не умел разговаривать. Он на четверенках передвигался, как собака. И когда вы взяли в интернат, он прыгал с кровати на кровати, вот как собака прыгает, барьер берет. Просто врачи, они шокированы, что это в прямом смысле слово Маугли, которое мы читали в детстве. И они были шокированы, они начали изучать, почему и как. Потому что мама, она пила, она не обращала внимания на своего ребенка. И давала миску для собак, и для него одну миску. И он кушал вместе с этими животными. И реально его родители были кто? Собака, кошка. Но ни в коем случае не мама. Она даже не знала, где он, где он общается. Просто кидала ему еду, корку хлеба. И он так питался. Он не кушал, он не знал, что такое ложка. Он не знал, как это сидеть за столом. Он просто, даже он не знал, что такое кровать. Он просто в калачик сворачивался и так спал. Я вам хочу сказать, что без благодати Божией мы не можем правильно развиваться. Мы будем агрессивными, мы будем злыми. И люди удивляются, почему этот человек убивает, почему он этого желает, почему он желает наркотик. Почему? Потому что нет должного воспитания. Нет у него отца, который беспокоится о нем. Когда смотрит за ним. У этого отца нет достаточного пропитания для этого ребенка. Одно из условий, кто имеет право усыновить? Тот, который имеет место для ребенка. И тот, который имеет достаточное финансовое обеспечение, чтобы обеспечить этого ребенка и усыновить его. Бог нас имеет все, и Он нас усыновил и дал нам все. Тот бывший наш Отец, и когда мы были детьми гнева, Он не мог дать нам всего того, что мы хотели. Это радость, мир. Он мог только дать нам гнев, раздражение, зло и больше ничего. И так и мы росли, как дички. Росли и думали, что это самый лучший мир. Но когда пришел Бог Отец, Он изменил нас. Он изменил и спас нас. И одно условие, как мы можем прийти в семью Божию, это через кровь Иисуса Христа. Через кровь Иисуса Христа. И сегодня мы вспоминаем, через Иисуса Христа должен быть посредник по закону, должен быть посредник, который будет устраивать договор. И этим посредником выдвинулся Иисус Христос. Он пришел на эту землю. Он все устроил, он подписал все законы. Осталось нам только протянуть свои руки к Господу. Протянуть руки к Богу. И Бог, Он желает благословить нас. Бог наш всемогущий, которому мы можем поклоняться. Библия говорит, чтобы жить как усыновленные, нужно иметь, надо влиться в семью и оставить прошлую жизнь. Это очень важно, оставить прошлую жизнь. В римском праве много говорится о том, кто является, как усыновить. И история говорит, что это яркое выражение юридического характера, которое не повторилось больше нигде. И какое одно из значений, что основным считается не кровавый союз или кровяной союз, который является через плоть, а который является в отношении домовладельца. Вот это является союз основным. И если отец усыновлял кого-то, то он считался намного сильнее этот союз, чем кровный союз. Это интересно. И самое, что еще интересно, что в римском праве происходило так, что были домостроители или домовладельцы, которые являлись основным юридическим лицом. И когда человек переходил от одного отца к другому отцу, тогда он переходил к домовладельцу другого, с одного домовладельца к другому домовладельцу. И что это означало? Это означало, что он полностью изменял свое имя, фамилию, происхождение, и он разрывал все отношения с предыдущей семьей. Ничего общего не было с предыдущей семьей. И это было право. Это было его право. И он пользовался этим правом как наследник. Не стесняясь этого, он заявлял. Если он куда-то приходил, я такой-то, такой-то. И он этого не смущался. Почему? Потому что он является законным сыном. Так римское право говорило. И когда Павел, он писал и говорил о усыновлении, он имел в виду то право, в котором он жил. И усыновить могли люди, те, которые имели римское происхождение, или которые имели право по закону усыновить. Свободные люди, рабы не могли усыновить. Свободный человек только мог усыновить. Бог наш, он усыновил нас. И теперь разрывается всякое право греха в нашей жизни, если только мы этого не захотим. Да, есть наследственность, и она могла проявляться у этого человека. Может быть в чем-то, может быть в разговоре. Но этот человек больше не принадлежал своей семье. Он принадлежал тому, кто его усыновил. И сегодня, братья и сестры, мы принадлежим нашему Богу. Тот, который усыновил нас, спас нас, очистил нас. Мы освящены им. Нам дано новое имя. Новое имя. И тот человек, который нам говорит, а ты был вот таким-то. Мне сегодня Бог дал новое имя. Бог дал мне новое имя. Я живу в Боге. Я Его сын. Я поклоняюсь Ему. И Библия говорит, то, что в Римлянам 8 главе говорит, что усыновленный человек, Дух в нем взывает, Ава, Отче, Отец мой, Папочка мой, Отец Небесный. Так Библия говорит, что Бог даже об этом подумал. То, что если он усыновит, все равно что-то останется от греха. Но Бог этого не хотел. Бог изменил. И Он вселил в сердце нашего Духа Святого. Чтобы мы стали родными Ему даже изнутри. Не просто из внешне титул нам поменял, но изнутри мы измененные. Бог изменил и дал нам спасение и прощение грехов. Теперь я свободный человек. Свободный не внешне, а свободный и внутри. Бог дал мне эту свободу и благословил меня. И теперь я могу жить в Боге и прославлять Его, поклоняться Ему, как достойный Сын Его. Как достойный Сын Его. Почему я об этом проповедую? Потому что мы не до конца осознаем власть, которую Господь дал нам. Бог дал нам большую власть. Но уже на земле. Для того, чтобы быть усыновленным, мы должны пользоваться всеми правами, которые Отец дал нам. Если мы не пользуемся всеми правами, если дьявол пришел и начал искушать нас, если мы не используем то правое, и мы не можем сказать, я уже не твой Сын, я Сын Бога Отца. Тогда зачем мне этот титул? Зачем мне этот титул? Самое важное, еще одно из важных моментов усыновления, мы пользуемся своим наследством. Мы пользуемся тем, что Бог дал нам. И смотрите, что в Матфея написано. Матфея 6, глава 6 стиха. «Ты же, когда молишься, вводи в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйся им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». Библия призывает и говорит нам, чтобы мы молились Богу. Мы взывали Ему. И обращались Ему Отец Небесный. И молились не на показ. Молились не так, чтобы просто люди видели и говорили, действительно, это любимый сын. А как Библия говорит, чтобы мы молились? Молились, чтобы закрыли дверь в комнату и просто попросили, как наследники, попросили у Бога, как наследники. Сказали, «Господи, помоги нам, благослови. У меня сегодня трудная ситуация. Господи, дьявол атакует, мне тяжело. Господи, помоги. Господи, я нуждаюсь в исцелении. Господи, помоги. Я являюсь Твоим наследником. Я хочу использовать Твое наследство в своей жизни. Я хочу сейчас его использовать. Господи, помоги». И Библия говорит, что Отец, который видит тайное, Он воздаст явно. И дальше говорится, «Не молитесь, как язычники». Я много размышлял, как это не молиться, как язычники. Говорится о долготе молитвы. Как не молиться язычники? У меня открылось место из Священного Писания, которое показало мне, как язычники молятся, а как молятся наследники. Давайте мы прочитаем Третье Царство, 27 стиха. Сейчас я читаю, как язычники молятся. «В полдень Илья стал смеяться над ними, говорил, кричите громким голосом, ибо Он Бог. Может быть, Он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так Он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами, копьями, так что кровь лилась по ним. Пришел полдень, и они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Библия говорит, как язычники молятся. Они молятся не на результат, они молятся для того, чтобы просто бить воздух. Они кричат, громко кричали, они делали определенный обряд, они даже над собой издевались, они кололи себя. Представляете, 800 человек, 850, они кололи себя для того, чтобы показать, чтобы Бог их не обратил внимание. Но так как у них нету должного попечения, так как они нуждаются в усыновлении, их, ихний отец не слышит. Они растут, как бурьян. Они кололи себя, что даже смеяться начали Илья и говорить, ну давайте, громко кричите, может он спит, может он задумался, кричите. Иногда мы уподобляемся этим язычникам. Мы кричим, мы делаем определенные обряды, мы скачем на одной ноге для того, чтобы Бог нас услышал. Но Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему с верой. Обратились как наследники. Сказали, Господи, помоги. И Бог ответил. Библия призывает, чтобы мы молились на результат. Чтобы мы служили Богу на результат. Чтобы мы поклонялись Ему для того, чтобы видеть лица Его. Чтобы мы могли видеть Его в своей жизни. Чтобы мы так служили Ему. А если мы молимся и ничего не происходит, тогда мы должны задуматься. Тогда мы должны попросить. Господи, дай этот дух усыновления в мое сердце. Господи, дай, чтобы мой дух взывал А воочи. Чтобы Ты, который превыше всего стал моим личным Богом. Не просто Богом, а моим папочкой. Господи, помоги, чтобы Ты, который сотворил Вселенную, чтобы Ты был моим личным Отцом. Господи, помоги и благослови меня. И посмотрите, как молится наследник. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, Господи, Боже, Авраама, Исаака, Израиля. Да познает в этот день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ этот, что Ты, Господь, Бог и Ты обратишь сердца их к Тебе. Не спал огонь Господин и пожал все сожжения и дрова, и камень, и прах и поглотил воду, которую во рву. И увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот как молится наследник. Он думал, я думаю, что Илья думал, что только жертва загорится, она будет принесена Богу. Но он не думал, что Бог настолько сильный и что у него достаточно наследства и мощи, чтобы пожать даже камни, прах, воду, все. Он думал, он помолится, может быть, загорится, маленький огонек, но он не предполагал. Я думаю, что он не предполагал, что камни сгорят, прах будет гореть, огонь, вода сгорит. Он не думал, потому что наш Господь, Он может дать нам намного больше. И теперь, когда мы являемся наследниками, когда мы чувствуем благодать Божию в своей жизни, мы должны и вести по поводу наследства Божьего совершенно по-другому. Когда наследник, он знает, что вот эта квартира будет его, как он ведет себя? Я не думаю, что он позволяет себе вольности. Поджег квартиру, например, правильно? Или, например, побил диван, порвал его ножом, правильно? Он так не действует. А как он бережет все, что там происходит? Если приходят его друзья, он говорит так, вот сюда кидайте мусор, он говорит, потому что он знает, что это его дом. Он является наследником этого. И мы находимся в церкви Иисуса Христа, я не говорю за здание, здание это может быть, оно может и пройти, может переехать и в другое здание. Я говорю, что за людей. Мы находимся в церкви Иисуса Христа. И теперь мы должны относиться к наследию Божьему. Мы должны относиться к той благодати, которую Бог дает на этом служении с трепетом. Бог на этом месте. Сегодня Бог на этом месте. И сегодня мы должны отнестись правильно к той благодати, которую Бог дает нам. Мы должны с трепетом, с благоговением относиться к Богу, говорить с Ним, общаться с Ним, чтобы в своей жизни мы могли сказать Папочка Ему. Действительно, с одной молитвой мы видели ответ от Господа Иисуса Христа. Бог это желает, и мы нуждаемся в этом. Мы должны относиться к Его поручениям, которые Он говорит с должным уважением. Потому что если я хочу получить наследство от Бога или наследство от земных кого-то родителей или просто которые нас усыновили, то мы ведем по отношению к ним с трепетом. Мы их уважаем, мы с ними беседуем, мы в послушании. Нам сказали это сделать, мы, может быть, и не спорим, а мы просто делаем. Потому что мы знаем, мы делаем для самого себя. То для того, чтобы нам не согнутой головой приходить к Богу и не сомневаться, ответит он нам или нет за наше непослушание, то мы должны быть в воле Божией. Мы должны поступать, как Бог говорит в Священописании. Мы должны жить. И тогда у нас будет дерзновение. Мы можем с дерзновением сказать, Господи, помоги мне. Ты видел, что я служил тебе правдой. Господи, помоги, очисти, благослови. Любую просьбу, которую будем просить, мы будем просить с уверенностью. Если я посещал каждый раз служение, каждый день посещал служение, у меня волей него не возникает уверенность в том, что я делал по воле Божией. Если я читал Священное Писание каждый день, то я могу сказать, Господи, я служил тебе, как Ио уговорил. Суди меня. Господи, суди меня. В чем я неправильно сделал? Он говорил, как наследник, как уверенный человек, который делал все по правде. И сегодня нам нужна такая уверенность. Если мы живем по служению, Бог благословит нас. А если мы согрешали, если мы что-то делали неправильно в своей жизни, то какое дерзновение у нас будет молиться? Мы должны быть уверены в том, что будет ответ у Господа. И заканчивая, я хочу закончить двумя пунктами из закона. Основания к отмене усыновения ребенка. Первое. Установление ребенка может быть отменено в случае, если усыновитель уклоняется от выполнения возложенной на них обязанностей родителя. Бог это не сделал. Бог исполняет свои обязанности. Аминь. Этот пункт мы можем вычеркнуть. Бог дал нам благо, Бог благословил нас, Бог исцеляет нас, помогает нам и результат этого мы можем увидеть даже на этом служении. Мы чувствуем его присутствие здесь. Он благой Бог и ему не нравится, когда его дети томятся. Он не садист. Знаете, специально делает больно и радуется то, что дети плачут. А он радуется и он желает нас благословить. И второй пункт. Суд в праве отменить усыновление ребенка и по другим основаниям, исходя из интересов ребенка и в случае мнения ребенка. А, и с учетом мнения ребенка. Библия говорит, ой, закон говорит, с учетом ребенка. И сегодня наше решение. Хотим ли мы жить в семье Божией? Может быть, нас Бог усыновил, но мы не хотим жить в дворцах Господних, а мы хотим жить на улице, так как мы раньше жили. Мы не хотим одеваться в красивые одежды, в дорогие одежды, в белые одежды, а мы хотим носить те старые одежды, их специально пачкаем. То суд в праве отменить усыновление. И сегодня этот вопрос стоит ко всем нам, в частности ко мне. Хочу ли я жить и быть усыновленным Богом? И если я не живу по священному Писанию, если я уклоняюсь от тех обязанностей, которые возлагало римское право, что ребенок, он должен полностью подчиняться усыновленной своему отцу, тогда Бог может отменить свое это право судом, правдой. И пусть Господь нас благословит. Я хочу, чтобы мы встали, помолились и попросили Бога, попросили Бога, чтобы Он проявил милость к нам и свое усыновление, чтобы мы почувствовали его усыновление, дух усыновления внутри нас, эту уверенность. И чтобы мы могли сегодня сказать с уверенностью «Ава очи, Господи, Боже нас», чтобы мы с уверенностью могли сказать, как Илья, «Господи, Бог мой, ответь мне». И Бог ответит. Аллилуйя, Господь, мы благодарим и славим Тебя за милость и любовь Твою, Господи, за то, что Ты благословляешь нас, Господи, за это служение, за Твою благодать, за Твое благословение, Господи, помоги и благослови нас, помоги, Господи. Прости, если где-то сделали неправильно, Господи, Ты установил нас, Ты дал нам все, Господи. Есть посредник, который пролил кровь за нас, подписал этот закон. Господи, помоги нам быть достойными сыновьями Твоими и дочерями Твоими, Господи. О, мы нуждаемся в Тебе. О, мы просим Твоего благословения. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. О, прости, Господи, одень эти белые одежды на нас, Господи. Мы хотим жить во дворцах Твоих. Мы хотим отрести от всего прошлого, от всего, что нас держит, Господи, в этом мире. Мы хотим жить с Тобой, Господи. Мы желаем быть в небесах с Тобой и прославлять Тебя и возвеличивать Тебя, Господь. Аллилуйя, Иисус. Будь прославлен и благословен в нашей жизни. А Тебя, Иисус, за все слава веки. Аминь. Спасибо, Денис, за хорошее слово. Вы знаете, один мудрец, наверное, или не один даже, в старости своей сказал, что он ничего не понял из своей жизни. Он думал, что он что-то понял. Вы знаете, слушая проповедь, я задумался тоже, что порой мы настолько увлекаемся собой. Я певец и порой тоже так увлекаюсь собой, что порой забываю, что я хочу показать себя или Бога. Вы знаете, есть много известных личностей, которые тоже пробуют и прыгать на одной ноге, и что-то так выдавать. Но хочет ли этого Бог? И вы знаете, сегодня, когда я прожил 44 года, я начинаю понимать, что, наверное, я мало понял. Я хочу начинать по-новому понимать. Я хочу понять, что хочет Бог, как Бог хочет сегодня, чтобы мы славили Его, как Он хочет, чтобы мы величали Его, чтобы мы поклонялись Ему. Я хочу спеть песню, это новая песня, именно подтверждением темы, которую так хорошо сказал Денис. Проси меня, что так сумел я мало Понять все из твоих бессмертных слов, что очень часто суета сжигал и не давал росток святых плодов. Проси, что вечные страницы я торопился в праздности листать, Что не сумел я разглядеть зорницы, и понял я, что начало светать. А в новом году хочу жить теперь по-новому. А в новом году дай мне Бог, дай чуть-чуть кудрее. А в новом году я хочу, Господь, себя любить сильней. Проси, что день труда и благодати Прошел, но далеко в полях твоей жнецы. Сдоп за стопор встает, и не догнать мне их, Я пропускаю лучшие часы. Либо поспели, не вы побелели, На жатву жаркую твои гонцы зовут. И дай мне Бог, хотя в закатную неделю Пусть посчастливится войти в желанный труд. А в новом году хочу жить теперь по-новому. А в новом году дай мне Бог, быть чуть-чуть мудрее. А в новом году я хочу теперь всем жить по-новому. А в новом году дай мне Бог, себя любить еще сильней. А в новом году дай мне Бог, тебя любить еще сильней. А в новом году хочу, Господь, себя любить еще сильней. Наступил февраль, это второй месяц года. Мне исполнилось 44 года. Я отмечаю еще одну годовщину. Слава Богу. Я прошу, чтобы вы меня благословили в заключительной молитве. И эту песню я пою о себе. Пусть кто-то из этого тоже возьмет для себя. Чтобы мы с каждым днем, с каждым годом были чище и лучше. Слава Богу. Спасибо за пожелание. Я прошу служителей подойти сюда, ближе. Спасибо. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Так рекомендует нам апостол Павел, он пишет. Здесь мне написали, что во время молитвы было откровение от Господа. Дух Святой показал, что в этом зале есть люди, которые ходят, двигаются как живые, но внутри они давно мертвые. Но в крови Христа есть жизнь, только кровь Иисуса может сделать тебя живым, и смерть вторая не имеет власти над тобой. Над теми, кто воскрес во Христе Иисусе. Знаете, если мы будем играть, знаете, люди играют роль. Порой играет один человек, с ним потом второй. Общество играет. И мы играем на этой земле роль христиан, роль верующих людей. Я полагаю, что это недостойно верующих людей играет роль. Кривит душой. Я полагаю, сегодня такое служение, когда не просто мы говорим красивые слова, ободряем, вселяем надежду. Мы учим ходить человека, говорить правильно, двигаться правильно, поступать правильно. И мы забываем, что учить можно только живого человека. Только живого человека. Мертвый человек не может научиться, он не умеет разговаривать правильно, он не умеет ходить. Просто это бесполезный труд. И церковь порой играет роль, как вроде бы-то церковь, я как вроде бы-то пастырь. Мы перед лицом вечного Бога, и у нас очень серьезные служения сегодня. Как и все служения должны быть серьезные. Я не вижу, что мы сегодня подготовились, вот сейчас, просто приступать к левопреломлению. Я хочу призвать еще к одной молитве, уважаемые. Чтобы была победа внутри себя. Чтобы подходить с дерзновением к престолу благодати. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, в первой главе, «Чтобы поступали достойно Бога». Чтобы поступали достойно Бога. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. В котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небеса и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего и им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Его кровью креста Его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда, отчужденных и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Если только пребываете твердые и непоколебимые в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которые вы слышали, и которые возмещены всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Правда, серьезные слова. Если, если, ой, если, если только мы и есть те, кем мы себя называем или желаем видеть. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос следит одесной Бога. Если это действительно серьезно, то ищите же горнего. Давайте же стремиться двигаться вперед. Давайте же исправлять свои недостатки. Давайте же не останавливаться на достигнутом. И не смиряться с тем, что является злой грех. Ни в коем случае. Будем молиться о том, чтобы нам достойно участвовать в трапезе Господней. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что Бог хочет сегодня изменить меня, тебя и свое отношение к нам Хотя его отношение постоянное Но вот мнение о нас или оценки у него разные Соответственно тому, что мы делаем Будьте искренны перед Богом И Он искренне и откровенно поможет нам Давайте мы будем молиться сейчас Отец наш небесный Перед тобой церковь твоя Ради которой ты пришел на эту землю И ради которой построил то царство Чтобы царствовать этим твоим принятым сыновьям и дочерям Усыновленным И ты настолько щедр, что назвал нас твоими наследниками Наследниками благодатной жизни этого царства замечательного И настолько ты добр Что ты оказываешь всяческое содействие Внимание, время Господи, и твоя дла не открыта Ты не скупой Бог Ты сказал, что я стою у двери и стучу И кто услышит и отворит Я войду к нему И сотворю вечерю Я принесу необходимое и потребное для этой вечери Я благодарю тебя, Господи Что ты не скупистен от твоих сыновей и дочерей Ты оказал нам, Господи, действительно Такую милость Которую трудно поверить человеку Чтобы только поверить в тебя и попросить прощения, ты прощаешь Но за этот грех ты заплатил Ты оплатил все наши долги Ты по счетам все оплатил Всю цену, полную, абсолютно полную цену Ты оплатил за грех человечества И всякий верующий в тебя Он является спасенным Имеет жизнь вечную И наследие, и обетование твои наследую А в очередь я благодарю тебя Я молю тебя Твоей кровью святой Ты сейчас самой и каждого человека Каждого, кто сейчас поднимет руку к тебе И попросит Прости меня, Отец Прости меня, Господь Прости такого человека Прости его, Господь Покажи ему милость и помощь И дашь Чудит, что вечный Бог Затворивший небо и землю Благоволит к нему И слушает его И прощает И очищает от всякой скверной плоти и духа Да будет милость твоя С каждым призывающим имя твое И с каждым присутствующим здесь в этом зале Потому что мы пришли сюда во имя Иисуса Христа Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал Что Господь Иисус ту ночь, которой предан был Взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал Примите, едите Сие с тела мое за вас ломимое Сие творите мое воспоминание Благословен Бог и Отец наш Благословивший нас всяким небесным благословением свыше Облагодетельствовавший нас Помиловавший нас Оказавший нам свою отеческую заботу и ласку Благословен Ты Благословляем Тебя И принимаем Твой божественный царский подарок С благоговением и трепетом Это не есть просто обряд для нас Это жизнь И Ты сам засвидетельствовал Что кто не будет есть от тела Твоего И пить от крови Он не будет иметь жизни в себе Господь Многие люди живут без жизни, без надежды Без поддержки неба Без охраны А мы призываем сейчас имя Твое с верой и благоговением Ты Бог наш Мы исповедуем это, мы признаем И просим Господь Чтобы молитва наша была услышана И это служение благословенное Во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мои уважаемые братья и сестры Я прошу вас присесть И объявляю дальнейший порядок нашего служения Служитель церкви подойдет к вашему ряду И те, кто имеет право участвовать в трапезе Господне Они привстанут Они возьмут из вас И с благовением примут Не забывая Что ни одна крошка не должна пасть на землю Это для нас святыня Это освящено молитвой И она является святыней для церкви Иисуса Христа Совершив краткую молитву Вы можете занять свое место И участвовать в трапезе Господне имеет право тот Кто является членом церкви местной По местной церкви или гости Те, которые в мире с Богом Которые заключили с Богом завет Через веру, глубокое покаяние В зрелом возрасте Да благословит вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сказал, вот это тело самославима, Когда едите, вспомни меня. И сказал, вот это тело самославима, Когда едите, вспомни меня. И сказал, вот это тело самославим. И сказал, вот это тело самославима, Когда едите, вспомни меня. И сказал, вот это тело самославима, Когда едите, вспомни меня. И сказал, вот это тело самославима, Когда едите, вспомни меня. И сказал, вот это тело самославима, Из рук священнослужителей. Не просто дома, сколько хочет, По любому поводу призвав имя Божие. Я и таких беззаконников вижу. Мало того, что грешат, Еще и имя Божие вспоминают. Мы это делаем, когда совершаем служение Господу, Воспоминания Его о голговских страданиях. Благословен Бог и Отец, Благословивший нас всяким небесным благословением свыше, Дорвавший нам для омытия грехов, Для прощения грехов, Святую кровь, Как царственный подарок, Как единственное возможное средство Для очищения от всякой скверны. Молю Тебя, чтобы мы с благоговением И для пользы Принимали участие в этом служении, Вспоминая, Какой ценой мы искуплены в своей этной жизни. И ожидая Тебя грядущего на облаке. И Ты повелел нам это совершать, До тех пор, пока Ты не придешь. Ты еще не пришел, Мы ожидаем Твоего прихода. И мы совершаем это служение по Слову Твоему. И для благодуши нашей Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я прошу присесть. Служители подойдут к Вашему ряду. Вы, встав, имеете право взять одну чашу. И с благовением, Приним, установите ее на место, Не повреждая другие чаши. Если Вам трудно по возрасту, По состоянию здоровья, Вы дадите знак служителю, Он поможет Вам. И когда Вы совершите молитву, Вы аккуратно займете свое место, Чтобы не толкнуть служителя, И не нарушить наш порядок. Да благословит Вас Господь. Прошу. Кровь Христа Кровь Христа Падает на землю, Падает на землю, Падает на землю, Кровь Христа. Падает на землю, Падает на землю, И освобожден Этой кровью и стильной. И Е лишь спасет, Иисус всегда со мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ты разрешил узы мои, тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову во дворах дома Господня посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя. Мы весьма благодарны тебе, Господь, за ту великую милость к нам. Совершенно даром, бесплатно, ты предложил чашу спасения, за которую ты оплатил, и это весьма большая цена. Мы благодарны тебе и просим, Господи, продли и приумножь твое благословение для нас, для наших семей, домов, очисти от всякой духовной зависимости, от всяких нечистых духов избавь, Господь, от их атак. Освободи, Господи, от всяких немощей и болезней во имя Иисуса Христа, да и физическое здоровье всякому призывающему имя Твое и желающему сегодня этого на этом месте во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 у нас сейчас будет еще одно служение и я хочу прочитать несколько стихов это написано к евреям со 2 главы 14 стиха и как дети причастны плоти и крови то и он то есть иисус также воспринял он и и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству избавить от страха различные страхи сегодня есть также и у детей божий один из страхов это переживание это волнение это когда ты смотришь на свою жизнь, за свою материальную стабильность, когда мы смотрим на своих детей, и мы переживаем. Вы знаете, Давид когда-то сказал, я был молод и состарелся, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Я просто хочу ободрить вас каждого, что Господь заботится о вас больше, чем вы сами о себе, и Он никогда вас не оставит, и послёт вам всё необходимое, и насущный хлеб, и благословение, и достаток. Он вас не оставит, и пускай это не будет вашим переживанием, вашей заботой, вашим, даже скажу, страхом, как написано в Слове Божьем, потому что Господь, Он как Отец, о Котором сегодня много говорилось, Он воистину печётся о каждом из нас, и Он нас никогда не оставит. Поэтому давайте будем жертвовать и просто благословлять Господа, помнить за церковь, помнить за нужды церкви, и Господь, Он любящий, Он никогда нас не оставит. Я приглашаю, давайте совершим молитву, и будем с верой совершать это служение. Господи, наш добрый Спаситель, мы Тебя благодарим, мы Тебя славим. Я, Господи, безмерно благодарю Тебя за то, что я вижу Твою руку, Господи, за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты заботишься о нас, Господи, за то, что Ты посылаешь для нас всё необходимое, Господи. И мы, Боже, являемся Твоими детьми, а Ты любящий Отец. Ты никогда нас не оставишь, Господи. И поэтому я приношу Тебе, я жертвую Тебе, Господи, из любви, зная, что это всё Твоё, Господи. И Ты заботишься о нас, благослови это служение. Твоё имя пусть будет прославлено. Аминь. Я приглашаю вас вместе спеть песню «Glory, glory, hallelujah». Это прекрасная песня, которую на небе вы спеваете, и на земле будут петь Господу нашему. Hallelujah. Субтитры создавал DimaTorzok Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! слава господу братья и сестры господь сегодня обильно благословил нас кто получил благословение от господа поднимите пожалуйста руки аллилуйя господь благословил он сегодня как отец на нами детьми ухаживал здесь на этом месте слава ему за это и мы свою очередь должны подставлять его нас еще есть будет одно служение служение посева мы только что сеяли это для церкви но сейчас мы будем делать миссионерский посеву потому что церковь она напрямую связана с миссионерским служением если бы не было миссии не было бы и церкви христос иисус первый миссионер который пришел на землю и и он посеял эти живые слова и сегодня они до исходы эти ростки которые произошли в твоем и моем сердце слава господу поэтому ну такая закономерность справедливое изречение христа один сеет другой ждет мы можем сеять а потом будем жать вы знаете мы можем посеять миссионерское служение и где-то наш сегодня конкретно наш брат денис будет уезжать он миссионер служит в на украине миссионерском служении и мы будем благословлять его а также брат из белоруссии вспомнил моего племянника сергей от свора передашь приветствую большую тоже мы будем служить сеять потому что когда мы это сделаем и когда мы это делаем тогда господь нас обильно благословляет то есть плоды появляются у нас новые новые члены здесь возрастают церкви мы сеем туда а здесь растут слава господу и там растут так господь устроил господь он мудр своих действованиях я прошу что башен и подошли сюда и давайте мы дорогие братья и сестры ну давайте мы встанем я хочу чтобы мы еще стоя выслушали некоторые слова давайте мы сердечно ну со всей серьезностью отнесемся к этому служению наш дорогой брат денис он служит он оставляет свой родной дом который здесь у него родители уезжает и несет заслужение и служение его связано с обильными но большими и затраты потому что и переезды и передвижения все поэтому давайте мы благословим его и то что мы сегодня посеем она даст свои исходы и там в одессе и здесь в нас пусть господь обильно благословит нас давайте мы еще совершим молитву господь я благодарю тебя и славину за то что ты дал эту возможность и мы сегодня можем сеять для царствия твоего сеять господи чтобы люди многие еще пришли и появились это обильные всходы в церквях господь чтобы церковь расширались увеличивались чтобы царствие твое расширалась в сердцах людей благослови господь и это материальные средства которые сегодня будут пожертвованы на миссионерское служение на миссионерские проекты господь пусть прославится твое святое имя отца и сына святого духа аминь аминь я прошу присесть я делаю объявление после служения хотя я вижу сегодня у нас много наших друзей и как брат павел прокопов женой и другие игры на миссионерской поездке ну но все равно сегодня мы сфотографируемся на церковное фото перед молитвенным дома хорошо и здесь по и будет большая такая фотография украшать наше фойе ваши лица поэтому вас будут сытые довольные лица счастливые после служения пожалуйста пройдите я всех прожай гости наши попадете в историю нашей церкви пожалуйста на следующую субботу у нас день здоровья до физического у нас будет мероприятие связано с физикой можно сказать свое церковной паре будет и кофе и кое-что там больше чуть и мероприятие связанные с теннисами другими видами здесь вот на территории нашей церкви мы не на природу едем и у себя в церкви вы на всякий случай оденьтесь так мягкие одежды чтобы можно было что-то и пользу какую-то сделать по церкви не знает чего больше времени потратим ну думаю на здоровье все будет для здоровья деревья вот видите одно злостное дерево мы выкорчевали вчера не мы а братья которые выкорчевали я только видел как это делалось потому что это дерево на наши машины влияло нехорошо вы потом отмывали свои машины но это злостное дерево уже искоренено вот так всякое дерево который принесет злые плоды вот так будет как всем деревом пойдите посмотрите и уже нету там порубали на мусорку выкинули и даже корни не оставили так что смотрите берите пример проводится занятия для подготовки к водному крещению 19 февраля у нас вечером годовой отчет на членское собрание заглядывайте в брошюры там есть анкеты по обновлению базы данных и библиотеки конце мы будем молиться за нужды есть записки и будем просить благословения вечернее служение у нас особенное служение вечером помните к сожалению многих людей здесь вокруг нас и мучает злой дух мы будем молиться за освобождение таких людей не попали в беду где никакая клиника от этого не лечит дают различные лекарственные такие препараты которые просто разрушает психику человек человек просто становится неполноценным и физически духовно но от этих духовных болезней лечит только господь у нас будет особенная молитва вечером об освобождении от демонической зависимости об исцелении окрупление духовном вся церковь мы будем молиться для нас это очень важное служение у меня есть слово от господа я хочу вечером но провозгласить сказать засвидетельствовать пожалуйста вечером мы как можно собраннее придем и молитвенно так проведем день потому что это это духовная битва я хочу чтобы этой духовной битвы была победа как вы смотрите вы готовы в удушевлены можно пригласить тех которые за которых мы будем молиться пожалуйста соседи родственники знакомые они нуждаются молитвенной поддержки мы будем такую поддержку оказывать вечером здесь у нас еще есть большая проблема или просьба вернее глобального такого масштаба виталий заблодский пожалуйста иди сюда спасибо я цветы не люблю на чем дело как не люблю не то что ненавижу но виталий вот видите как видите в зрелом возрасте сколько тебе лет 23 года уже человек и он одинокий вот и затревожился так знаете не хорошо мол человеку быть одному правда правда нехорошо виталий и будучи христианином и обойдя весь земной шар мысленно во всяком случае он остановился на нашей церкви здесь хочет поискать невесту так что ободритесь невесты сядьте ровненько делайте такого это вид знаете такой счастливый вот потому что он имеет право ты имеешь право только замужних не имеешь права свободных разрешим ему уже нервис обижись стой спокойно одну тебе сказали одну понял иди ищи он имеет право ну он христианин по слову божьему и право вас приветствуем на этом месте это ты выбрал ты не ошибся ты знаешь это на всю жизнь да знаешь что то что мы сейчас ты вот стоишь скажешь свое слово что это вот будущее моя жена то это уже перед богом перед церкви и ты знаешь да вы не можете уже отказываться вы больше уже свое слово до венчание и до окончания своей жизни да вы понимаете всю ответственность ну что ж но вы понимаете что до бракосочетание вы не муж и жена вы тоже понимаете тоже понимаете мое дело напомнить я не знаю это не умные все но мое дело это мое дело хорошо друзья мои так получено разрешение родителей так по секрету скажу открою вам секреты что родители тоже согласны церковь согласно пасты согласны ну так что ж вперед тогда божьих благословения мы тогда помолимся и благословим их чтобы время отведено для подготовки к венчанию они использовали разумно эффективно были успешны чтобы у них все получилось хорошо так друзья мои давайте помолимся о них отец небесный во имя иисуса христа мы молимся за этих молодых людей господь у них все впереди прекрасная жизнь надеждами исполнена господь добрыми намерениями у них ожидания прекрасного и да исполнится все доброе их намерение господь и да осуществится все то что они в своем сердце подумали решили благослови их выбор благослови господь то время отведены им для подготовки бракосочетанию пусть господи отцовского твое благословение охрана сопровождает их на всяком месте мы их благословляем и во имя иисуса христа мы молимся за них отец иный дух статой аминь ну что ж я поздравляю вы являетесь жених и невеста вы имеете право потом подойти поздравить даже сфотографироваться мы приглашаем на церковное фото спасибо вам родители поздравляю вы можете подойти сейчас поздравить но еще служение пару минут вы постойте вы так красивые вот постойте здесь именинники пожалуйста если есть именинники мы слышали один уже есть новорожденный иди сюда ты вымахал за это время очень сильно скрывает и скромный брат я знаю все именинники пожалуйста питер нестерок шу что такое ну да он хочет видеть тебя рядом ты видишь так есть вот еще у нас сегодня братский день хорошо так сюда прошу вас чудесно дорогая церковь помолитесь пожалуйста за авенира ему сегодня исполнить два года пусть бог благословит его остальные дни жизни остальные вот этот авенир 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 так я понимаю ну боже благословение авенируя и родителям тоже так что ни одной девочки у нас сегодня нет но украсьте пожалуйста кто там застеснялся наш родственник лежит во львове в тяжелом состоянии ему 22 года родственники нашей семье нуждаемся его исцеление мы будем сейчас сейчас молиться вечером будем молиться а также помолиться за пастора из швеции замечательный у него тяжелые заболевания дорогие хочу напомнить мы прошлое воскресенье объявляли о том что мы делаем сбор финансовое пожертвование на аппаратуру на музыкальный инструмент это не значит что мы должны пожертвовать определенную большую сумму 10 долларов у вас есть благословите 10 20 50 100 200 помогите музыкантам и вы будете благословенны хорошо мы будем вас радовать музыкой будьте благословенны мне объявление для молодежи все кто был пятницу нам днис хороший пробовать говорил и но из нас пожелали что мы будем действовать для бога мы не будем стоять на месте то я хочу напомнить что у нас в четверг будет драма клуб и мы будем начинать действовать в этом служении не только на молодежных но и воскресенье утром то молодежи пожалуйста приглашаю всех кто хочет действовать и что-то делать для бога и вы можете узнать если вы можете приходите в четверг и уфигирал мы поможем омсо скитаром и друзья у нас работает отдел видеосъемок вы видите здесь уже братья приобрели аппаратура и могут продавать видеодиски прямо вот сегодняшнее служение вы можете уже сегодня приобретать подходите они там будут той стороны и второе по поводу фотографий меня просил брат сергей чтобы мы очень дружно и все вышли вот с этой стороны вот прямо вот так вот той стороны где написано револи славы christian center of the assembly of god с той стороны мы будем делать фотографии потому что пожалуйста туда подойдите ничего все нормально там грязь там есть асфальт с той стороны дальше спасибо большое итак друзья у нас заключительная молитва мы благословляем всех тех еще раз этих и этих людей и всех друг друга благословляем и молимся и за вечернее служение я лично приготовился как к серьезному сражению вечером будет серьезная битва я это чувствую и я готов я даже не отвлекаюсь поверьте всем все мои мысли о вечернем служении что-то бог будет особенно и делать особенная битва у бога нет каких-то таких проходных битв у него серьезная битва за души человеческие поэтому давайте все молитвы на об этом представим пред богом именем отца и сына и святого духа да будут благословены все сегодня находящиеся здесь да будет им благо и да будет услышана их глубокая громкая или тихая несладная молитва господь ответ господь потому что ты бог отвечающий и мы к тебе молимся и у тебя ждем ответа благослови господи молю тебя вечернее служение очень важное ответственное господь потому что есть люди которым уже никто не может помочь только ты можешь помочь и церковь праве на руках молитвы принести этих людей перед тобой господь благослови наших именинников благослови их духом святым оградой охраны твоим отцовским попечения заботы окружить господь молим тебя за тех которые больные о которых просят пишут записки свидетельствует благослови благослови нашу молодежь благослови господи их дальнейшую жизнь чтобы наша молодежь принадлежала тебе господь благословляем друг друга и имя твое славим имя отца и сына и святого духа аминь Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, поздравляйте именинников, жениха, невесту. Друзья, еще одно объявление. Сразу же сейчас, после... Питер Мегедюк, пожалуйста, подойди сюда. Брат Петр Мегедюк, он...